В минувшую пятницу в спортивном зале детской и юношеской спортивной школы номер один завершилось первенство по гандболу среди юношей и девушек шестых-седьмых классов городских школ. В нем приняли участие представители восьми учебных заведений. Причем, если мальчишечих команд было восемь, то девичьих только три. Девчонки сыграли между собой в два круга. Безоговорочную победу одержали школьницы гимназии номер один. Они четырежды одолели своих соперниц. Второе место, благодаря викториям в личном соперничестве, завоевали девушки средней школы номер четыре. Замкнули тройку гандболистки второй школы. У юношей после игр в группах состоялись стыковые матчи. В игре за третье место упорный поединок команд средних школ номер десять и номер четыре принес боевую ничью 3-3. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила и пришлось прибегнуть к серии семиметровых бросков. Их лучше выполнили учащиеся десятой школы 2-0, ставшие третьими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финальный поединок завершился закономерно викторией гимназистов над сборной пятой школы 11-4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Капитаном команд призеров были вручены дипломы соответствующих степеней, а каждому победитель, а каждому победителю, а каждому победителю, а каждому победителю грамота чемпиона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это школа номер 10. Поздравляю, ребят. Дальше, продолжайте традиции детской школы. Ждем вас на фенеровке. За второе место нарождается команда средней школы номер 5. Первое место завела команда гимназии. Таким образом, в соревнованиях младших классов двойную победу одержали гандболисты гимназии номер 1. 19 октября стартует первенство по гандболу среди восьмых классов городских школ. За титулы победителей сразятся 9 команд юношей и 5 девушек. Мы победили. Нам было трудно, но мы победили. У нас очень хороший коллектив, дружный. Думаю, в дальнейшем мы победим еще раз. Ура! Мы победили!